Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. Мы хотим в первую очередь поблагодарить вас за ордена родительская слава. Мы благодарны. Мы ощущаем вашим многодетным семьям поддержки. Спасибо вам за это. Рязан Георгиевич, у вас дети в основном чем занимаются? Чего они любят? Какие у них увлечения? Дети увлекаются. Два сына ходят в вольную борьбу. Дочки учатся. Старшая замужем. Внучка уже 6 месяцев. Отлично. У вас продолжение семейства обеспечено. Ребята каких результатов добиваются в борьбе? Сколько лет они уже занимаются борьбой? Старшему сыну. Он уже третий год ходит. Награждение, медали получает уже. Младший с ним недавно пошел тоже с ним заниматься борьбой. Здесь кто-то из борцов? Кто-то есть? Привет. Как тебя зовут? Как долго ты занимаешься борьбой? Три года. Три года уже? Ну прилично. А сколько у вас в группе ребят? 20 человек. 20 человек. Ну прилично. Зал нравится? Подходящий зал у вас? Да. А тренера как зовут? Младший отец Азович. Привет ему и передавай. Спасибо. Вот. Тебе спасибо, что ты занимаешься сам спортом и хороший пример всем остальным подаешь. А тренеру спасибо за то, что он занимается с такими, как ты. Ему и всем вам больших успехов желаю. Спасибо. Спасибо. Елена Георгиевна, хотите что-то еще добавить? Да, спасибо вам еще раз за награждение, что время выбрали с нами вот говорить. Ну и приглашаем в Карачаево-Черкесию будете, в село Красный Восток. Приглашаем к себе на чай, в гости. А с чем чай будем пить? Ну с сыром домашним, со сметаной домашней своей. А вы сами делаете сыр, да? Да, мы хозяйство есть, хозяйство держим, занимаемся, дети помогают тоже в хозяйстве. Ну это очень здорово. Это очень хорошо, когда дети имеют возможность общаться с животными. Это отлично просто. Им в этом смысле, безусловно, повезло. И уверен, что и сыр у вас самый вкусный. Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо. Спасибо вам. Если возможность будет, у вас с семьей соберетесь, приезжайте в Москву. Сегодня в Черкесске Государственный фонд «Защитники Отечества» поздравил маленьких жителей республики с Днём защиты детей. На праздничное мероприятие пригласили детей, участников и ветеранов СВО. Дарья Тендиц, праздника. Первым мероприятием, которое прошло в открывшемся накануне филиале Государственного фонда поддержки семей ветеранов и участников СВО, стал праздник День защиты детей. Ребятам провели экскурсию в новом помещении. Холл филиала украшала выставка рисунков «Мой папа-герой». Фонд «Защитники Отечества» создан для оказания социальной медицинской помощи семьям ветеранов и семьям участников СВО. Специалисты будут помогать в России реабилитацию, отметил руководитель Марат Абазалиев. В доступной для детей форме попытаемся объяснить, чем мы будем заниматься и как мы будем помогать их родителям, которые находятся на боевой, и как будем помогать самим детям, их мамам. Заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова поздравила маленьких жителей с международным праздником и пожелала всем счастья и здоровья. Все, что делается сегодня, это как раз направлено на то, чтобы вот эти наши детки, детки героев, которые сегодня защищают родину, были счастливы и довольны. Для всех это счастье, радость. Моя, прям как услышала, в восторге была. Сказала, что поедем, посмотрим, повеселимся. Задача взрослых – обеспечить безопасное будущее и счастливое детство для ребят. Именно за это борются сейчас их отцы, находящиеся на СВО. Конечно, детишки скучают без папы, и чтобы им поднять настроение, взрослые организовали для них настоящий праздник. Мы решили устроить вам небольшой праздник. Мы хотим, чтобы вы росли в любви и заботе, чтобы вы стали самыми счастливыми. На праздник пригласили веселых аниматоров. Вместе с ними дети танцевали под зажигательные песни. После музыкального развлечения детям раздали мелки. Для них провели небольшой конкурс на лучший рисунок. Конечно же, победителей не было. Каждая работа была лучшей по-своему. А сладкий приз – вкусное мороженое – получили все участники. Маленьким жителям вручили и памятные сувениры. Дети были в восторге. Какое у тебя сегодня настроение? Веселое, отличное. Само слово «праздник» ассоциируется с радостью, а детский – с двойной. Для многих ребят это праздничное поздравление останется надолго ярким воспоминанием. Завершилось мероприятие совместной фотографии на память. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня в Черкесске по улице Первомайска организовали благотворительную ярмарку «День распахнутых сердец». Все вырученные средства будут направлены на поддержку наших бойцов, участников СВО. О представленных работах Альбина Ламкова. Наша республика богата талантливыми мастерами, людьми творческими и увлеченными, для которых любой материал – источник вдохновения. Поэтому и представленные работы заинтересовали всех гостей благотворительной ярмарки. Организовали мероприятия Министерства культуры республики, мэрия Черкесской и волонтеры регионального штаба «Мы вместе». В эти минуты у нас открылась наша выставка художников, причем как мастеров уже состоявшихся, так и детей, которые учатся в детских художественных школах, и даже ребят с особенностями здоровья. Проводим необычный формат праздника. Подготовили мероприятие, чтобы каждый мог почувствовать и атмосферу праздника, но в то же время выразить свою поддержку нашим воинам и их семьям. Полет фантазий мастеров безграничен. Каждый стол был достойен внимания своим оформлением и привлекал покупателей богатым ассортиментом. Все выглядело красиво и празднично. Изделия раскупали, и коробка для пожертвований потихонечку заполнялась. Посетили ярмарку как официальные лица республики, так и простые жители города. Иду по делу, и мимо прохожу. Здесь такая красота, что все дешево. Все так дешево. Приобрели что-нибудь? Ну, конечно. Это вот капочки себе. Вообще вот эти вот деревца, для того симпатичные, статуэтки. Там тоже рисунки. Дети старались. У меня хоть и пенсия маленькая, но все равно это помогать-то надо нашим. Кроме того, на ярмарке был организован пункт приема книг, игрушек, развивающих игр и канцелярских товаров для дальнейшей передачи детям из Старобельского района ЛНР. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести Корчаева, Черкесия. Первый домашний матч команды «Нарт» удался на славу 4-2 в нашу пользу. Овации болельщиков, скандировавших «Наш Нарт», давали колоссальную поддержку футболистам, которые в ответ продемонстрировали виртуозный футбол, точные передачи, четкие голы и голевые моменты. Наша съемочная группа побывала не только на матче, но и успела запечатлеть теплую встречу главы республики Рашида Тимрезова с обновленной командой. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Гости и жители Карачаева-Черкесии стали собираться на трибунах еще задолго до начала матча. Какой настрой у болельщиков мы узнаем прямо сейчас. За кого вы болеете сегодня? За футбол. Каким вы болеете? Красивый. 2-1 в нашу пользу. За Черкес. Каким будет счет? Какой счет? 5-2. Скажите, что желаете команды? Успехов, продвижения. За кого болеем? Нард, Черкес. Каким будет счет? 2-0. За кого болеем сегодня? Ого, за наших обязательно. За кого еще? Да, мы должны выиграть обязательно. 0-2. 2-0. 2-0. Победа. Во вторую лигу. Я ставлю на победу Нарта и думаю, что они победят со счетом 3-0. Здесь капитан, его зовут Азамат Курачинов. И я надеюсь, что его команда сегодня выиграет. Мы пришли поболеть за нашу команду 1-0. Зрители без сомнения верят в победу Нарту. На первую домашнюю встречу пришли многочисленные болельщики. Ну и, конечно же, глава республики Рашид Тимрезов не мог пропустить матч. До начала игры команда вышла на предматчевую разминку. А зрители разглядывали повнимательнее навыки и финты. Особенно мальчишки, которые в будущем хотят стать профессиональными футболистами. Игра началась с дан свисток судей. На первых минутах матча команда из Каспийска пыталась атаковать. Но Нарт красиво перевел игру в противоположную часть поля противника. На 12-й минуте первого тайма автором гола стал Дмитрий Михайлов. Второй гол забивает Никита Чалый на 31-й минуте. Третий гол на 42-й минуте забил Амир Джумаев. А уже на 44-й минуте под занавес первого тайма пропускаем мы. Таким образом счет стал 3-1. На протяжении всего матча болельщики скандировали «Наш Нарт». Поддерживали команду аплодисментами и овациями. После перерыва команды на поле. Из-за срыва атаки и грубую игру футболиста Дагестана назначен пенальти. Бьет уверенно и четко капитан команды Азамат Курачинов. На 58-й минуте пенальти назначен уже нам. Уор Дагестан забивает свой второй гол. Таким образом счет 4-2 сохранился до конца матча. Хотя были и острые моменты с обеих сторон. Главный тренер благодарит всех, кто пришел поболеть. Хочу поблагодарить зрителей, болельщиков за такую атмосферу прекрасную. Всех поздравляю с победой. Дай бог, чтобы каждый матч такое было. Это заслуга вот этих людей, которые сегодня пришли. Да, есть нам над чем еще много работает, но все у нас еще впереди. Первый домашний матч, первая победа дома. Много людей. Все довольны, все счастливы. В общем, радость и счастье. Глава республики Рашид Темрезов, присутствовавший на матче, поздравил и пообщался с командой. Как эмоции после матча такого? Победили, так и будем продолжать. Потому что первый матч за 20 лет нашей команды, поэтому считаю, что с почином. А понравилась ли вам реакция болельщиков? Ну, жители республики соскучились. Я думаю, что с каждой игрой все больше и больше будет присутствовать. И болельщиков, и те, кто начнут увлекаться. Но самое главное, что больше порадовало. Очень много детей, молодежи было. Я сам приходил в детстве, занимался здесь футболом. Для меня это были, конечно, такие большие эмоции. Надеюсь, что нас ребята будут радовать с каждой игрой. Задача одна – выйти, победить на этом этапе и выйти во вторую лигу, уже в профессиональную. Поэтому сегодня спустился. Ребят сам поздравить. Хочу поблагодарить нашего тренера. Буквально за две недели, можно сказать, с колес, команду. Есть, понятно, еще над чем работать, но лучше тренера этого никто не знает. Поэтому задача у нас одна – выйти во вторую профессиональную лигу. Спасибо вам за такой праздник футбола. Спасибо, ребята. Мы хотели вас поблагодарить. Спасибо, ребята. Спасибо вам большое. Спасибо вам за это все. Ребята и тренер рады были такому неформальному общению с главой и обещают радовать республику виртуозными голами и победами. На такой позитивной ноте завершился первый домашний матч команды НАРТ. Следующая календарная встреча состоится 14 июня на стадионе НАРТ. Приглашаются поддержать родной клуб все жители и гости республики. Альбина Курочинова-Кенжева, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Паромщица». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова